Друзья, ставьте в подобайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможем разом! Прошло исключительно в форме монолога президента, который в изощренных формах с применением главным образом. Нецензурная брань объяснил участникам совещания, как сильно они не правы и что подобных инцидентов в будущем стоит избегать любой ценой. Совещание президент закончил уже традиционно, просто отключившись от эфира, не дав собеседникам высказать свою позицию. Следующее тяжелое мероприятие для президента был традиционный неформальный саммит СНГ, где лидеры стран-участниц проводят неформальную встречу в Санкт-Петербурге. Этот саммит имеет все шансы стать последним как для президента России Владимира Путина, так и для самого Содружества независимых государств. Несмотря на попытки лидеров некоторых стран-участниц приободрить Путина и заверить, что все еще будет, надежды на сохранение СНГ и особенно ОДКБ остается все меньше. О своих намерениях покинуть обе организации на полях саммита в ультимативной форме заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ряд других лидеров стран прибыли в Санкт-Петербург, что называется, с визитом вежливости, а также с перспективой на месте оценить обстановку, обменяться мнениями и по возможности получить понимание, кто после Путина. От выбора преемника российского президента зависит судьба СНГ, а судьба ОДКБ уже по факту решена. Во время формального и неформального общения с прибывшими в Россию участниками саммита, Путин пытался снять напряжение по ряду вопросов и примирить хотя бы на время саммита позиции сторон. В основном ничего не получилось, и Путин по итогам вчерашнего дня остался крайне недоволен и разочарован. Вечерние новости с фронта также не доставили президенту положительных эмоций. После вечернего доклада он угрюмый отправился отдыхать во своясе. До зустричи, друзья! Ставьте вподобайк и пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Переможем разом! Продолжение следует...